Мессианская община Простое сказать, знал бы я вам, как это будет все буквально, я бы вам с удовольствием рассказал. Но вопросы здесь, или точнее мысли здесь приходящие, немножко в моей голове, по крайней мере, смешиваются. И я не претендую здесь на последнюю инстанцию, но я знаю, что этот вопрос интересует очень многих людей. И он по делу нас интересует, потому что мы знаем, что, к сожалению, грех Адама спровоцировал падение многих доминошек. И когда последняя доминошка падает, то человек умирает. Умер Адам, и умирают все, но ожидают воскресения из мертвых. И вот чего нам ждать? Куда нам стремиться? Я в данном случае буду ссылаться больше на ивритское значение тех или иных слов, которые раскрывают данную ситуацию. Но хочу сказать, что в одном из мест Нового Завета, когда Раф Шауль, авторитетный еврейский учитель, многие считают, что он, бывший Шауль, стал Паулосом, то есть изменил и веру, и имя, это не так. Просто у него было два паспорта. Один израильский, или тот, который здесь был у него, с именем еврейским Шауля, другой иностранный, ну, в кавычках скажу, американский. И там было написано Паулос, греческий, разумеется, Паулос. И вот этот Паулос, который был очень глубоким человеком, сказал одну фразу, когда он благословлял верующих, он сказал, «И да будут ваши дух, душа и тело совершенны до пришествия Господня». Ну, то есть он пожелал, чтобы совершенство или защита Божья, в данном случае совершенство, это не просто исправление, а чтобы были защищены до прихода Ишуа Мессии. Ну, в том контексте оно так, наверное, больше слышится. И здесь Павел сказал примерно так, в человеке есть много составляющих, но есть три – дух, душа и тело, которые соприкасаются напрямую с этим миром. И динамика этого мира, наполненная грехом и сорванными еще от греха Адама балансами, разрушают или пытаются интенсивно навредить нашей душе, духу и телу. Здесь я хочу на секунду остановиться и сказать, что когда мы читаем тексты на иврите, то показывается, что в человеке есть еще дополнительные составляющие, не только дух и душа. Есть еще ныщема, на русский ее можно перевести как дыхание. Мы про это читаем в Бытие, в первой главе, или во второй главе, там написано «И вдохнул Бог в человека дыхание жизни». Мы говорим еще об одной составляющей, которая называется «Яхида», пророки пишут, и «Хая», то есть как минимум пять-шесть составляющих, и это я вам так на скоком отвечаю, говорю, составляют человека. То есть дух, душа и тело – это те наши части, которые вступают в непосредственное соприкосновение с этим миром. Те остальные – это какие-то каналы, по которым течет и не останавливается никогда связь с Творцом. И даже если человек сугубо неверующий человек, все равно через эти каналы каким-то образом Господь прикасается к нам, и это поясняет нам, почему в мире даже неверующих людей, даже атеистов, или даже идолопоклонников, или даже людей, которые исповедуют какую-то по нашим понятиям ложную религию, очень часто встречаются люди вполне совестливые, вполне добродетельные, вполне с хорошим словом, которые могут сказать, подбодрить и ободрить. Потому что связь человека и Бога, она в каких-то местах прервалась из-за греха Адама, но в каких-то местах она не может прерваться, потому что если она прервется, человек сразу же не сможет жить, короче говоря. И вот человек умирает. Куда направляется его вся вот эта внутренняя составляющая, душа, дух, дыхание? Куда направляется ехида, хая? Куда они, ну, тело, понятно, идет в землю, разлагается, или, чего они вообще не сторонне, кремируются, ну, вот по еврейским вещам, вообще не сторонне к кремации, кремируются или хоронятся, в прах обращаются, и в один день будет восстановлена из праха, при воскресении из мертвых. А что вот с остальными делается? Тот мир, который за пределами жизни, Писание называет словом «шеол». «Шеол» или перевели неправильно «чистилище». Нет, «шеол» – это не «чистилище». «Шеол» – это тот мир, который нам не видим. Но слово «шеол» в иврите подразумевает слово «вопрос». И тут по-разному можно подойти к этому месту. Или это место, где мы будем получать ответы на все наши вопросы, или там нам будут заданы вопросы. А почему сделал так? А почему жил не так? Думаю, и то, и другое там будет. Но я лично понимаю, что вот эти нишима, хаява, ехида, нетронутые, нетронутые этим миром части человека, возвращаются к Господу Богу. А вот что происходит с нашим духом? Что происходит с нашим душою? Ну, Писания говорят в Екклесиаста, что однажды нам положено умереть, а потом дух человека возносится к Богу. В другом месте написано, вы помните, когда по заклинаниям волшебницы пробудился Самуил, душа саму. «Чего ты меня будешь?» – он говорит Саулу. «Я сплю». То есть это говорит нам о том, что там есть какое-то пребывание, похожее на сон, какой-то части, составляющая человека. Какая-то другая часть находится в присутствии Бога, в полном осознании самого себя и славы Господней. Особенно это касается людей искупленных, жертвую Машиаха, выровненных перед Господом Богом. Ну и, возможно, чтобы дойти до того места, мы, да, должны будем ответить там на определенные вопросы. Но здесь, как верующие в Мессию, у нас есть очень-очень серьезное поблаго. Это поблаго к нам приходит, потому что нет праведного ни одного. Но Господь Бог обещает нам праведность в силе Нового Завета благодаря Мессии. И здесь нам говорится, что, допустим, Иеремия 31-31 стиха, начинаются такие слова. «И вот Новый Завет я сделаю с вами на таком уровне, что приходящему ко мне я грехов его не вспомяну». То есть эта жертва Мессии производит такое потрясное действие на всю нашу внутренность, что даже если мы где-то падали и спотыкались, и да, нам придется отвечать на вопросы Божьи, все равно мы покрыты жертвой Машиаха. И у нас есть ходатай, про которого Павел говорит, наша надежда на него в этом мире велика, но в мире грядущем наша надежда на него несравнимо большая, потому что оправдает он тебя и меня, если мы знаем, что через него мы приимеем доступ к Отцу, потому что через него мы очищаемся моментально. И это не исключает того, что нам по жизни нужно совершать дела праведные, и каяться, и делать хазара бычува периодически, но наша вечность и место, куда мы попадаем, даже пусть оно озарено словом «шеол» – вопрос. И да, возможно, у нас будут спрашивать там. Господь спросит, ангелы спросят. Я не знаю, как там происходит. Люди, которые оттуда возвращаются, часто описывают вещи. Так, так, я очень сомневаюсь. И я лично не очень доверяю таким ответам, потому что тот мир, он духовен. Для нас, когда человек, не дай Бог, умирает, то, кажется, все оборвалось, и мы теряем, и дни тянутся годами. Для них, переходящих туда, вот этой составной, которая называется «время», просто не существует. И они входят в объятия Отца, часть какая-то, какая-то часть просто спит, а потом будет воскресение из мертвых. И умер человек тысячу лет назад, или четыре тысячи лет назад, или два дня назад, и он воскреснет в один день в славе Господней. Для них это будет тот же самый момент. Это как тебе наркоз делают во время операции, если кому-то приходилось. Ты вроде заснул, вроде вот уже и проснулся. А что там было посередине, и не знаешь. Это вот примерно что-то то же самое, кроме той славы, которая будет наполнять, исцелять, изменять поврежденные части нашей внутренней составляющей. Я хочу сказать, что мысли об этом должны быть у нас. У нас также могут быть разнопонимания. Главное, чтобы мы знали, что грядущее в Ешуа несравненно славнее. И мы должны направляться в этом направлении. Писания ободряют нас к этому. Это значит порешать правильно дела здесь, чтобы быть в славе Господней. Но когда я говорю порешать, я не говорю просто, Господи, прости меня, чтобы в нашей жизни были изменения, чтобы характер наш был изменен, чтобы свет Господень излучался из нас. Вот какой-то вот такой ответ я дал на ваш достаточно сложный, немножко коварный вопрос. И ожидаю последующих вопросов, возможно, на самую эту тему. Просто пишите там в чате, и мы с нашей командой посмотрим и попробуем развить эту тему дальше, насколько это возможно. И опять-таки повторюсь, я здесь не претендую на все знания, но шейла, шеол, это все побуждает к вопросам. И я думаю, всякий нормально думающий человек, оценивающий свою жизнь и оценивающий бренность своей жизни, он знает, что об этом нужно думать. И может быть в заключении скажу еще одну такую вещь. Вы знаете, я частиком в некоторых динаминационных встречах слышал такую вещь. Ну вот уйдем и будем на небесах вечно. Нет, 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 нет. В славе на небесах будем какое-то время, а потом в славе воскреснем из мертвых, чтобы быть на восстановленном, воскрешенном мире, измененном силой Творца, воссозданном, гармоничном, когда все наполняется славой, когда перва сила, с которой был сотворен Адам, 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 ты то в меот совершенен, она будет также соответствовать всем его потомкам, детям, вам, нам, всем. Пусть Бог благословит. Утешайтесь этой надеждой. Шалом вам. Субтитры создавал DimaTorzok